Европейские экономисты по-прежнему остаются напряженными и высказывают опасения, связанные с итогами президентских выборов в Соединенных Штатах. Так, глава Бундесбанка Йенс Вайдман отмечает неизбежное давление на экономику еврозоны в связи с неопределенностью после победы Дональда Трампа в США, а также в ожидании процесса Брекзита. Тем не менее, сегодня все высказанные опасения звучат не особенно актуально. Факты свидетельствуют о противоположной динамике. Согласно окончательным расчетам экспертов Федерального статистического управления Германии, в крупнейшей экономике Европы темп роста потребительских цен ускорился до 0,8%. Это максимальный прирост за последние два года. Кроме того, радует предсказуемость рынка. Окончательные данные подтвердили верность предварительных расчетов, а также оправдали прогнозы аналитиков. Тем не менее, пока трейдеры не торопятся с покупками европейской валюты и предпочитают завершить неделю с короткими сделками по паре евро-доллар. Существенное влияние на колебания финансовых рынков продолжают оказывать итоги голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах. Кроме того, инвесторы занимают выжидательную позицию и в преддверии данных о состоянии рынка труда и уровня инфляции в еврозоне, публикации которых запланированы на следующую неделю. Медведям удалось вновь проявить инициативу после вчерашней активной работы с провоцированной публикацией сильных данных с американского рынка труда. Уже сегодня продажи продолжаются, и график самого популярного торгового инструмента на Форекс пары евро-доллар направился на преодоление мартовского уровня на отметке 1.0820. На премаркете американской торговой сессии котировка находится вблизи отметки 1.0860. Это были новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и увидимся позднее. До свидания!